Сегодня под председательством президента республики Узбекистан Шавката Мордиёева состоялось видеоселекторное совещание, посвященное вопросам комплексного противодействия пандемии коронавируса в стране, обсуждению и исполнению задач по ускорению экономических реформ в сельском хозяйстве и дальнейшему развитию рыночных отношений в сфере. В начале мероприятия отдельно затронут ход противодействия нашей страны пандемии. В частности, отмечено, что число случаев заражения COVID-19 превысило 18 700. Ситуация остаётся серьёзной. Растёт число больных в тяжёлом состоянии, заявил глава государства. Вместе с коронавирусом учащаются случаи пневмонии. За последние 10 дней было проведено 4 селекторных совещания. Хакимам, министрам и другим ответственным руководителям даны соответствующие поручения по созданию дополнительных лечебных мест, системной организации лечения бессимптомных больных на дому, обеспечению их необходимыми медикаментами и продуктами питания, а также совершенствованию системы скорой помощи. Сегодня мы заслушаем их доклады. Говоря про дел на и до настоящего времени работе, президент Шавкат Мерзиёев подчеркнул, что в последние дни для лечения коронавируса по республике было выделено 46,5 тысяч дополнительных коек и ведётся работа по подготовке ещё 31 тысячи. Закуплено дополнительно 397 машин скорой помощи. В течение месяца будет доставлено на места ещё 409 машин. С учётом международного и накопленного у нас в стране опыта были обновлены стратегии и тактика лечения коронавируса, отметил президент. В общей сложности 5 тысяч врачей и 9 тысяч медсестёр, включая профессоров и преподавателей медицинских вузов и колледжей, научных сотрудников и специалистов на пенсии, были привлечены к лечению и консультированию пациентов. Здесь я хочу поблагодарить наших самоотверженных врачей, которые, рискуя жизнью и здоровьем, отважно борются с этой болезнью. Сегодня я подписал указ о присвоении почётных званий, награждении орденами и медалями группы медицинских работников, сотрудников органов внутренних дел, Министерства обороны, по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, которые проявили яркий образец мужества в деле охраны здоровья и сохранения жизни населения, сдерживания, распространения инфекции, отметил глава государства. Подчёркнуто, что таких награждений будет ещё много. Все медицинские работники, которые, не жалея себя, трудятся в этой борьбе, безусловно, будут достойно вознаграждены. Мы привлекаем в борьбу с инфекцией не только наших специалистов, но и ведущих профессоров и экспертов из рубежа, которые консультируют посредством видеоконференц-связи, сказал президент. В настоящее время профессор медицины из Германии прибыл в нашу страну и принимает непосредственное участие в лечении больных. Сегодня прибудет группа профессоров из Турции. Работаем над привлечением самых опытных профессоров из других стран. Как отметил глава государства, важнейшая задача на сегодня – разорвать цепь распространения вируса среди населения. Для этого необходимо, безусловно, соблюдать требования карантина, укреплять иммунитет, беречь здоровье, бороться за жизнь каждого человека. В связи с этим, а также в целях замедления распространения инфекции, резкого снижения количества смертельных исходов, президент согласился с предложением Республиканской специальной комиссии о продлении карантинных ограничений. При этом следует взять за повседневное правило идеи борьба с пандемией – дело совести каждого из нас. Прежде всего, я сам несу ответственность за свое здоровье, здоровье своей семьи и детей. Сегодня очень большая ответственность за сдерживание коронавируса лежит на руководителях и сотрудниках хакимиантов, секторах, органах здравоохранения и внутренних дел, активистах Махали и представителях старшего поколения. Потому что большинство нашего населения – престарелые дети, женщины – вынуждены сидеть дома. Именно от этих организаций и деятелей зависит обеспечение первостепенных жизненных потребностей, оказание соответствующей медицинской и другой помощи. Если все мы будем работать сплоченно, с чувством ответственности, мы обязательно преодолеем эти сложные испытания. Вновь повторяю, самое важное требование сегодня – научиться жить и работать в условиях пандемии, отметил в частности президент Шавкат Мерзиёев. Затем в формате видеоселекторного совещания были детально обсуждены вопросы дальнейшего развития аграрного сектора республики. Многие вопросы – от обеспечения продовольственной безопасности в стране до получения дополнительного дохода от переработки и экспорта, связанных с развитием сельского хозяйства. Поэтому государством уделяется серьезное внимание коренному реформированию аграрного сектора, внедрению рыночных механизмов, полному задействованию резервов и возможностей, организации производства на основе научного подхода. Наиболее актуальные и перспективные задачи в этой области определены в стратегии развития сельского хозяйства до 2030 года, утвержденные указом президента от 23 октября 2019 года. Со Всемирным банком достигнута договоренность о реализации проекта по модернизации сельского хозяйства на сумму 500 миллионов долларов. Впервые в истории Узбекистана средства направляются на развитие аграрной науки и инноваций, организацию управления сферой на основе мировых стандартов. Отмечалась важность обеспечения интеграции науки и производства, внедрив в нашей стране, используемую в аграрно развитых странах, систему знаний и инноваций в сельском хозяйстве. В рамках этого проекта будет в корне обновлена деятельность восьми научно-исследовательских институтов сельскохозяйственного направления, а также ряда организаций Министерства сельского хозяйства. Они будут оснащены современными лабораториями и оборудованием. На эти цели будут направлены инвестиции в размере 124 миллионов долларов от Всемирного банка и грант Европейского союза на 2 миллиона долларов. Заместителю премьер-министра поручено провести совместно с международными экспертами углубленный анализ деятельности исследовательских институтов и утвердить для каждого из них отдельную дорожную карту по совершенствованию деятельности. Подчеркнута важность привлечения в эти учреждения специалистов с современными знаниями, способными внедрять научные инновации в производство. Министерство сельского хозяйства, правильно пользуясь этой возможностью, должно полностью отказаться от устаревших методов работы и перейти к более качественному обслуживанию фермеров, расширять новые виды сервиса. Одним словом, деятельность Министерства и его подведомственных организаций необходимо трансформировать, сказал президент. Отмечена эффективность проектов с использованием цифровых технологий, обсужден ход работ в этом направлении. Отечественная плодообочная отрасль имеет большой потенциал. На поддержку деятельности кооперативов и кластеров в этой сфере планируется выделить 212 миллионов долларов. Глава государства подчеркнул, что плодообочные кластеры должны стать основным драйвером в обеспечении внутреннего рынка недорогой продукции, внедрении системы от поля до потребителя. В связи с этим указано на необходимость разработки проектов, нацеленных на увеличение прибыли за счет расширения возможностей переработки, хранения и экспорта продукции. Рассмотрены также вопросы специализации районов на заготовку сельскохозяйственной продукции. Примером является Джизакская область, которой намечено в следующие три года освоить около 120 тысяч гектаров земли, разбить сады и виноградники, начать выращивание маслящих культур. Отмечалось, что необходимо постепенно внедрять этот опыт во всех регионах, наладить в каждом районе выращивание не более 3-4 экспортоориентированных и высокодоходных видов продукции. Поручено создать к концу 2021 года интенсивные сады и плантации площадью 3 тысячи гектаров, распределить населению на основе нового порядка участки по 1-1,5 гектара и обеспечить за счет этого занятость 2-2,5 тысяч семей. Вопросы рационального использования воды также рассмотрены на совещании. Приоритетные работы в этом направлении определены в концепции развития водного хозяйства на 2020 и 2030 годы, утвержденные указом президента от 10 июля текущего года. В частности, поставлена цель достичь экономии 7 миллиардов кубометров воды в год за счет повышения коэффициента полезного действия каналов и внедрения водосберегающих технологий на 2 миллионах гектаров, в том числе капельного рашения на 600 тысяч гектаров. Концепция предусматривает также сокращение потребления электроэнергии на 2 миллиарда киловатт-часов за счет внедрения цифровых технологий. Подчеркнуто, что Министерство водного хозяйства должно обеспечить своевременное выполнение указанных задач, привлечь международных экспертов и работать по-новому. Дано указание по разработке программных продуктов для полной цифровизации отрасли к 2025 году, включая контроль и учет потребления воды в режиме онлайн. На совещании затронуты вопросы своевременной реализации агротехнических мероприятий по выращиванию хлопчатника и посадке повторных культур. В целом, соответствующие постановления по коренному реформированию сельского хозяйства и широкому внедрению рыночной экономики в сфере уже приняты. Приоритетные задачи поставлены. Их исполнение – важнейший вопрос, влияющий на продовольственную безопасность страны. Самое главное – на настроение и качество жизни нашего народа, сказал президент. На видеоселекторном совещании глава государства выразил особую благодарность зерноводам республики, поднявшим высокий урожай колоссовых. На видеоселекторном совещании ответственные лица сферы и хакимы представили информацию об организации исполнения поручений, мерах по устранению отмеченных недостатков.